Знаете, ощущение такое, как будто держу я настоящего осьминога. Он даже улыбается. И голова тоже полностью пропеченная. Ну вот она точно мягкая. KFC и McDuck однозначно отдыхают. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Александр Чернов на канале С Дедом за обедом. Предлагаю вашему вниманию достаточно оригинальный рецепт, который называется осьминожка. Но готовится он не из осьминога. Оставайтесь со мной. Для приготовления рецепта мне необходимо грудка куриная, мука кукурузная, соус соевый, паприка, масло растительное, приправы для курицы, соль, перец по вкусу. Подготовлю куриную грудку для дальнейшей правильной нарезки. Малую грудку отрезаю за ненадобностью. Она мне пригодится в каких-то других рецептах. Отрезаю от тонки. Осматриваю грудку со всех сторон. Вот этот выступ тоже немножко удалю. Грудка готова к нарезке на щупальца. Это место будет вершиной и головой осьминога. Немного режу на щупальца. Для чего сначала грудку разрезаю аккуратно вдоль острым ножом. Нож мелковатый у меня, но очень и очень острый. С противоположной стороны немного дорезаю. Как это должно быть? Достаточно. И теперь каждую половинку разрезаю на 4 части. Осьминожка. Значит, 8 ног. Может быть и 10. Половинку режу пополам. И пополамку режу еще вдоль пополам. Ровненько. Все это можно делать на весу. Но мне кажется, это не очень удобно. Одна половина осьминога готова. Щупальца порезаны. Режу вторую половину. Вдоль пополам. И на щупальца. Так, особо тонко делать не стоит. Ну вот, вроде бы и все. Голова есть, щупальца есть. Чем не осьминог. Перехожу к маринаду. Для маринада 1 столовая ложка растительного масла. Соевый соус. Приправа для курицы. И сюда я еще немного добавлю перца. Соль класть не буду. В соевом соусе ее достаточно. Чайной ложкой маринад перемешиваю. Масло является прекрасным проводником ароматов. Поэтому замаринуется куриная грудка очень быстро. Буквально 10-15 минут. Сюда отправляю нашу осьминожку. Обваливаю в маринаде. И делаю небольшой массаж. Для маринования оставляю на 10-15 минут. Пока куриное мясо маринуется 10-15 минут, подготовлю панировку. Для чего в кукурузную муку добавляю паприку, щепотку соли и перемешиваю до однородной массы. Паприка в панировке даст нам аппетитный цвет. И панировка готова. Переходим к обжарке. Как видите, подготовить осьминожку к обжарке совершенно не сложно. Скажу вам, очень даже легко. Очень хорошо обваливаю в панировке щупальца и голову осьминожки. Муку подсыпаю под голову, чтобы панировка была везде. Знаете, ощущение такое, как будто держу я настоящего осьминога. Он даже улыбается. Далее беру за щупальца, поднимаю их кверху, чтобы голова оказалась под ними. Щупальца поднял и аккуратно опускаю тушку в раскаленное масло. При этом щупальца немного расправляю. Обжариваю полторы-две минуты. Тушка в моем случае полностью погружена в масло. Щупальца слегка расправляю. Все-таки думаю, что нужно попробовать перевернуть его. Голова, видите, вылезла. Друзья мои, 10 минут обжарки с одним переворотом, и блюдо готово. Думаю, что можно оторвать щупальцу одну и посмотреть, что внутри. Прожарилось ли мясо. Оно полностью вареное. Оно вкусно. Я не скажу, что оно совсем сочное, но очень и очень вкусное. И голова тоже полностью пропеченная. Ну вот она точно мягкая. Очень вкусно. KFC и Макдак однозначно отдыхают. Приятная корочка снаружи и сочное мясо внутри. Хочу очень надеяться, что это несложное блюдо понравится не только вам, но вашим родным и близким. Приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Если видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. И не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья. Всех люблю. Особенно русский язык. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok